Всем привет! С вами канал Космостар. Игорь Владленович хорошо знаком уже нескольким поколениям зрителей, он отличный пародист, юморист, актер и певец, и хоть сам считает, что с театром и кино у него дружба не сложилась. На эстрадной сцене Христенко явно на своем месте. Он давно завоевал огромную армию поклонников всех возрастов, которые восхищаются его талантом, умением с улыбкой идти по жизни и заражать весельем и оптимизмом всех вокруг. Ведь именно хорошее настроение и смех помогают нам пережить это трудное время. Зрители с нетерпением ждут появления артиста в новых проектах, но слегка печалятся от того, что, по их мнению, в последнее время нет подходящих. Достойных тем для уровня Игоря Христенко для его мощного таланта. Родители будущего артиста были людьми творческими и достаточно известными, папа – оперный певец, Владлен Христенко, мама – балерина Анна Полякова. Мальчику пришлось поколесить с ними по всему Союзу, до семи лет, жил с бабушкой и дедушкой в Семипалатинске, а потом переехал к родителям, в Алма-Ату. Позже семья жила в разных городах страны и Игорь постоянно отставал от школьной программы, так сменил за все время около десяти учебных заведений. Зато именно в школьные годы он стал общительным, коммуникабельным и раскрепощенным, ведь в каждом новом классе ему приходилось завоевывать признание и дружбу сверстников. Он активно занимался спортом и увлекся музыкой, научился отлично играть на гитаре, пел, в старших классах в последней школе стал солистом школьного ансамбля. Мама надеялась, что сын станет лингвистом, так как Игорь очень интересовался языками и их историей, но он выбрал актерскую профессию, отправился в Москву и поступил в Щепкинское училище. После получения диплома Христенко стал артистом театра сатиры и через некоторое время дебютировал в кино, сыграв главную роль в музыкальной комедии «Серебряное ревю». Однако, несмотря на успешный старт, Игорь не видел для себя перспектив ни в театре, ни в кино, и через несколько лет уволился, решив отправиться в одиночное плавание. Он стал появляться в эстрадных программах с пародиями на известных людей, артистов и политиков, в том числе на Михаила Горбачева, Владимира Жириновского, Бориса Ельцина, Сергея Зверева, Николая Баскова и многих других. Лидер партии ЛДПР так хохотал, увидев пародию Христенко на самого себя, что с тех пор стал приглашать юмориста на свои вечеринки. В конце 80-х артиста пригласила в свой «Аншлаг» ведущая Регина Дубовицкая, а в середине 90-х его заметил и сам Евгений Петросян и взял в передачу «Смехопанорама». Позже Игорь работал и в его «Кривом зеркале». Зрителям нравился каждый выход Христенко на сцену, каждый его новый номер, независимо, один он работал в нем или с кем-то в дуэте. Любимая многими миниатюра «Звезда в шоке», где пародист гениально перевоплотился в стилиста Сергея Зверева, ушла в народ, ее с удовольствием до сих пор пересматривает и сам Сергей. И благодарные поклонники Христенко. А в кинематограф актер все же вернулся в 2003 году, вместе с женой Еленой Пигалицыной, снялся в комедии своего друга, актера и режиссера Сергея Никоненко, а поутру они проснулись. Потом его утвердили на главную роль Владимира Петровича в комедию «Воскресенье в женской бане» и на роль провинциального комика в исторический фильм «Иго любви». А в 2009 году Сергей Никоненко вновь позвал Игоря с Еленой в свой фильм «Аннушка», в этот раз они играли семейную пару. С будущей женой Христенко познакомился в Щепкинском училище, она была на два года старше и училась на другом курсе, но на каком-то капустнике между ними возникла симпатия и ребята стали встречаться. Когда Елена получила диплом, они стали жить вместе, где-то подрабатывали, снимали комнатку, а так как оба были иногородними, Игорю пришлось ради прописки заключить фиктивный брак, Лена, как и я. Окончила Щепку, где мы с ней и познакомились, и с тех пор не расстаемся. Без штампа долгое время жили. Официально зарегистрировали брак, когда сын уже в школе учился. Первое время мыкались по углам, мы же не москвичи. Из-за этого мне пришлось дважды фиктивные браки оформлять. Так что официально Лена – моя третья жена. А по-человечески первая и единственная, рассказывал юморист. Он учился еще на третьем курсе, когда Пеголицына родила сына Егора, в общем-то это и стало основной причиной их переезда из общежития, дипломированная актриса, да еще с ребенком, уже не могла рассчитывать на место. Лена сидела с мальчиком, Игорь по вечерам подрабатывал, материально немного помогали родители с обеих сторон, но все равно жилось трудно. Постепенно все наладилось, правда Елена так и не нашла себя в этой профессии, не состоялась как актриса ни в кино, ни в театре, и в итоге решила быть просто женой и мамой. Она растила сына, заботилась о муже, ездила с ним на все гастроли, часто беря с собой маленького Егорку, пыталась и его пристроить куда-нибудь в эпизодик, или на небольшую роль. Чтобы с детства привыкал к актерской жизни. Но, хоть мальчик и снимался в кино довольно много, не воспылал страстью к этой профессии и выбрал для себя другой жизненный путь, стал бизнесменом. Отец позаботился о его блестящем образовании, после того, как сын получил диплом Российского университета нефти и газа, отправил его доучиваться в Денверский университет. Егор Христенко давно и счастливо женат, и подарил родителям уже троих внуков, Авдея, Евангелину и Христофора. Игорь с Еленой, сами назвавшие сына просто и незамысловато, первое время пребывали в недоумении от замысловатых имен внуков и долго к ним привыкали. Христенко даже шутил по этому поводу, когда у сына родился младший, думал, назовут Джульбарсом или полканом. Нечеловеческие имена им, конечно, родители дали. Сейчас внуки – самая большая радость супругов, которые уже больше 40 лет, счастливы в браке и надеются, что в ближайшие еще 40 лет будет так же. Они всегда с нетерпением ждут семью сына в гости, обожают, когда в их доме звучит детский смех. 62-летний Игорь Владленович продолжает радовать своего зрителями новыми проектами, а в свободное время предпочитает уехать на рыбалку, он рыбак со стажем. Постоянно участвует в различных соревнованиях. А верная жена всегда и везде рядом, куда бы он ни отправился – на гастроли или на рыбалку.